Наши органы чувств сформировались в ходе эволюции и предназначены для того, чтобы видеть и слышать лишь в определенном диапазоне величин. Видеть электрон мы не способны потому, что лысые прямоходящие обезьяне, бывшие нашим прямым предком, это просто не было нужно, как не нужно и было и много других вещей. Никто никогда не видел, например, инфракрасное ультрафиолетовое рентгеновское или гамма-излучение. И тем не менее, мы можем прекрасно убедиться в их существовании по воздействию этого излучения на различные объекты. Так и с электроном, который тоже проявляет себя множеством способов. Один из примеров того, как невидимый электрон проявляет себя в природе, является упомянутая самими же авторами видео камера Вильсона, в которой электроны, равно как и другие заряженные частицы, способны порождать конденсацию перенасыщенного водяного пара. И более того, буквально дальше, в своем же видео, авторы самолично развенчивают это свое «никогда не видел», рассказывая об устройстве, которое делает электроны видимыми в самом что ни на есть буквальном смысле. Ну вот, сами послушайте. Давайте разбираться. В 1897 году об открытии электрона заявил Джозеф Джон Томсон, когда провел свой знаменитый эксперимент с катодными лучами. Уже он даже Нобелевскую премию за это получил. Спустя десятилетия появилось то, что еще недавно стояло в каждом доме. Речь идет о телевизоре с кинескопом или электронно-лучевой трубкой. По мнению ученых, принцип работы этого устройства конкретно показывает нам, что такое электрон. Но это не совсем так. Давайте представим упрощенную модель кинескопа. Вот катод, а тут кольцевое оно. А теперь ко всему этому подключим простейший генератор электрического тока и замкнем цель. Генератор представляет собой рамку проводника, помещенную в магнитное поле. Если начать ее вращать, возникнет напряжение. Ученые обнаружили, что при передаче высокого напряжения нечто в трубке начинает активно выстреливать отдельными порциями. Вот он, электрон. Посовещавшись, решили они и начали убеждать в этом весь мир. Ну да, именно так все и было. Мы зафиксировали, что с катода электронно-лучевой трубки выстреливают некие частички, которые обладают электрическим зарядом, величину которого мы можем измерить. А также небольшой, но тоже вполне подлежащий измерению массы. Определив параметры этих объектов и убедившись, что они одинаковы у всех них, мы пришли к выводу, что имеем дело с некой частицей, которую и называли электроном. Если вам не нравится, можете назвать эти частицы хоть покемонами, хоть зелеными слониками. Суть и дело это никак не меняет, но только в приличном обществе на вас будут коситься. Что не так-то? Ну давайте послушаем дальше. Ну вот что странно, в генераторе никакие электроны не рождаются. Устройство как бы проталкивает по замкнутой цепи те электроны, которые уже есть в материале этой цепи. А в электронно-лучевой трубке они непрерывно выстреливают, как из пулемета. По логике вещей электроны должны теряться. Кончится в конце концов как запас боеприпасов при стрельбе. Но они откуда-то берутся? Откуда же? А куда же деваются электроны? Да никуда они не деваются. Деваться им, собственно говоря, некуда. Ибо, как сказали сами авторы видео, цепь у нас замкнута. А раз они никуда не деваются, то и появляться им незачем. Внутри цепи циркулирует одно и то же количество электронов, которое не меняется со временем. Видимо, авторы видео достаточно слабо представляют себе устройство электронно-лучевой трубки. Например, они, похоже, не знают, что упомянутый ими кольцевой анод – это лишь, если можно так выразиться, часть анода устройства. Вторая часть – это, собственно, поверхность экрана, которую специально покрывают графитовым или алюминиевым порошком, и которая подсоединена к электрической цепи. И знаете для чего? А как раз-таки для того, чтобы собирать осевшие на экране электроны и возвращать их обратно в цепь, где их снова подхватит электрический ток и доставит на катод для повторного использования. То есть электроны путешествуют с катода на экран, с экрана через электрическую цепь обратно на катод и снова на экран, и так по кругу, пока в цепи есть напряжение. Ничего никуда не девается, и для того, чтобы понять это, достаточно открыть любой учебник по электротехнике и посмотреть схему устройства электронно-лучевой трубки. Ну, авторы видео, к сожалению, этого сделать не удосужились. Ладно, что там у них еще осталось? А еще получается, что в металлах электроны свободно покидают свои ядра и массово каким-то образом движутся под влиянием приложенного напряжения от плюса к минусу. У них такой своеобразный шинген, но рано или поздно у них должен случиться миграционный кризис. Если бы это было так, то металл бы с течением времени менял свои свойства, когда по нему проходил электрический ток, но провода висят столетиями, и ничего с ними не происходит. Те же яйца, только в профиль.